Так, в чём суть? Мы вышли на улицу, сейчас там новая светлая локация, я уже заебался по этим подвалам ходить, если честно. Хочется уже на солнышке позагорать и поубивать роботов, поубивать роботов, которые бегают по улице. Сейчас будем смотреть, как мы в это будем играть. О, блядь, здесь замок, ебать! Ещё и курица меня ебёт, меня все ебут. Курица, блядь! Ну-ка, свали нахуй отсюда. Прочитаем все компуктеры, которые тут стоят. Так, прочитаем компьютеры. Компуктеры. Только компьютер и лутецкий. Давайте компьютер прочитаем. А мы там не читали компьютер. Давайте читать компьютер. Всё, остаётся компуктер только. Гений. Бабазина гений. Сидя камер тут полно, туда они передают всё, что замечают. Если вас обнаружат, то гриф объявит тревогу первого уровня, и в точке вашего обнаружения сберутся ближайшие противники. В случае, если камера заметит, как вы атакуете робота, будет объявлена тревога второго уровня, и гриф вышлет в точку обнаружения дополнительной силы. Ты ещё не катался на жигулях? Не, не, вот я только-только вот. Ты только вот из подвала вышел. Но как я пойму, какой именно уровень тревоги объявлен? Индикация уровней тревоги выведена на полимерную сетчатку вашего глаза. Ага, уровень тревоги у нас есть. Хорошо, давайте, первое, что мы сделаем, это мы прочитаем, прочитаем все компуктеры, которые тут стоят. Все компуктеры прочитаем и всё лутнём, что тут есть. Так, а я могу обратно туда, на предприятие, что ли, уехать? На это, на... Не, я так не хочу. Я не хочу никуда уезжать. Так, прочитаем компьютеры. Компуктеры. Мой любимый контент, читать компуктеры. Регламент использования запасного выхода комплекса Вавилов. Данный выход предназначен для экстренного покидания комплекса в случае необходимости. Это А. Б. Входа и выхода расквартированных в посёлке Лесенка аспирантов и сотрудников комплекса. Расквартированных, это в смысле живущих, которым квартиру выдали в посёлке Лесенка. В. Прохода ремонтных и обслуживающих бригад. То есть мы, по сути, через запасной вход вышли. Мы через запасной вход вышли, не через основной. Важно, в связи с тем, что этот вход находится ближе главного входа Вавилова, по линии следования поезда Могилёв, некоторые сотрудники пользуются им, чтобы срезать и попасть на работу быстрее. Это, разумеется, похвально. Но распорядок регистрации нарушать нельзя. Все, кто не имеет отношения к списку выше, должны получить выговор и использовать штатный вход в комплекс. Ну, понятно, что вход используется только для вот этого списка, а кто-то просто пытается срезать, и чтобы побыстрее на работу попасть. Распорядок. Спасибо за внимание. Ну, эти мысли, они... Это хорошие мысли. В принципе, если... Они для любой работы подходят, эти мысли. Следить за внешним видом, не допускать безалаберности, ну и так далее. Короче, работать, одним словом. Работать и не прохлаждаться. 6 июня 55-го. От начальника Нюхова начальнику КПП Деснецкий. От начальника безопасности Нюхова. Жора, удали, как прочтешь. У меня на участке начала расти какая-то гадость. Буквально вчера ночью. Похоже на, не знаю, злой баклажан. Шкварчит, жрёт клубнику и вообще ведёт себя непристойно. Я, как человек от растений далёкий, волнуюсь. Моё дело коровы. Узнаю, можно ли прислать кого-то из пестицидного, чтобы он брызнул в рожу этой брокколи. Загулявший. Загулявший. Чем-нибудь покрепче. Только так, чтобы моя Виктория не пожухла. Может, это сорняк ядовитый, хуже борщевика. Ну, понятно, какие-то тут растения у него завелись. Так, и ещё один компуктер. Ещё один компуктер. От кого глава поселения, обслуживающего назначение, Абдурахманов. Начальника клуба Савельева. В следующий понедельник, 13 июня 55-го, состоится торжественный запуск коллектива 2.0. Однако, в связи со сменой расквартированных в деревне сотрудников, Отправиться в ВДНХ смогут не все, поэтому организуйте празднование на местах. Распорядок дня следующий. 13 на 0, конец рабочего. Обед в 13 до 14. Сбор в актовом зале в 14. 15. Выступление руководства в торжественная часть. Выступление руководителя предприятия. 16.30 запуск системы... А, системы коллектив 2.0. 18. Праздничный ужин столовой фойе. Ну, то, что здесь порядок... Ой, то, что здесь тоже надо отпраздновать, потому что не все смогут туда попасть на сам праздник, поэтому некоторые будут праздновать здесь. От кого? Зам. начальника комплекса Вавилла в Золотухе. Начальник клуба Савельева. Прошу провести беседу с прибывшими на проживание в поселок аспирантами, в том числе и организовать просмотр фильма об истории нашего комплекса и предприятия. Про историю поселка рассказывать не надо. Проведение инструктажа по технике безопасности, распределение специалистов по жилым помещениям. Назначить ответственными начальника клуба Савельева. Ну, круто, круто. Техника безопасности всегда важна. Интересные мероприятия провести новым аспирантам. От кого? Архив Вавилова... Так, 2 мая 55-го. Архив Вавилова М. Орликова. Кому начальник клуба Савельева? Полина, у меня очень странное сообщение. Помнишь, Аркадий Владленович вырастил быка на полимерном корме Геракла, который был размером с дом, в газете еще писали. Так вот, эти фотографии с животиной как-то утекли наружу и попали, внимание, к испанским животноводам. Да, я не шучу к испанским животноводам. Короче, они хотят у нас для своей кориды, или как она там называется, заказать таких вот гигантов, быков, мол, дружба народов и все такое. Я не знаю, кому писать, что вообще думать, но, возможно, это кто-то из начальства заинтересует. Сама в шоке. Сама в шоке. Данные из СССР утекли куда-то в Испанию. И они хотят быка размером с дом на кориду. Это гениально. Это гениально. Ну ладно, все. Выходим в дивный новый мир. Так, куда мы направимся в начале? Давайте в начале направимся в... Давайте камеры застрелим. Застрелим камеры. Камеры застрелим. И побежим сюда. Сразу же давайте вовчиков загасим. Загасим вовчиков. Вот так вот со спины. Со спины можем загасить? Чтобы не это... Чтобы с ним не меситься, не драться. Так, раз. Вовчика загасили. Через... Через жопку. Через жоп... Через жопку проникли. Я проникну в твою жопку. Так, лутаем сундук. Попытаемся лутнуть весь лут, который здесь существует вообще. Весь лут. Так, полетели совы. Ой, они... Пчелы полетели. Давайте застрелим пчелу, которая... Вот эта, с камерой. Это с камерой. Да? Это с камерой было, кажется. Так, пчелы восстановили камеру. Все, отлично. Полетели тогда дальше. Искать... Искать лут весь, который есть. Вот тут еще лут есть. Вот тут лут есть. Так. Лутнули. Хоп. Лутнули, побежали. Сразу же бежим дальше. Так, нам надо туда добраться, да, получается? А пчела с камерой где? Так, ладно. Ладно, нас пока эти камеры больше не интересуют. Есть еще камеры? Давайте еще камеру. Чтобы тревогу нам не подняли. Есть еще камеры? Есть еще. Лут есть еще? Камера есть еще? Камеры нет больше. Хорошо. Пчелы, пчелы, пчелы. Осторожно. Давайте в дом попытаемся. В дом проникнем к вовчикам. Там вовчики сидят в доме. Еще из списка местных роботов представляет сейчас смертельную опасность. Так, тут роботы. Повыгают абсолютно все, кроме Терешковой. Модель Терешкова выполнена по схеме индивидуально автономного функционирования и не подключена к сети. Центральный узел, взломанный предателем Петровым, не имеет доступа к моделям типа Терешкова. Так, вот так. Хоть порубим пока. Здесь не пытается меня убить. И на там спасибо. Сколько его бить? Так, давайте я через заморозку все-таки. Вот так, все. Через заморозку робота убили. Курица, блядь. Ну-ка, свали нахуй отсюда. Пошла нахуй отсюда. Так, компуктер почитаем, давайте. От кого? Глава отделения инвентаризации осени. В кому сторож? Е. Поуджу нас. Поуджу нас. Повторяю еще раз. Роботы не устают. Не нуждаются в отдыхе. А морально и физически. Ваш запрос на отпуск для них отклонен. Блядь. Отпуск для роботов. Егор Альгидрович. Серьезно, я понимаю. Вы человек пожилой. Родились еще... В каком веке? В 19 веке. Но вы же не хотите дать отпуск трактору или швейному станку. Поймите, машины ведут себя как живые. Но это обычные инструменты, как гаечный ключ или автомобиль. И созданы они, чтобы вам было легче жить, а не наоборот. Воруют! Воруют! Ответ от... Давайте дадим им отдых. Так, ладно. Воруют. От кого? Глава поселения. Глава поселения обслуживающего назначения Абдурахманов. Кому сторож? Поуджу нас. Товарищ Поуджу нас. Довожу до вашего сведения, что случаи хищения или пропажи инвентаря участились. Мы пока наверх никому не сообщаем, но к вам требование усилить бдительность. Мы... Так, мне рассказывали, что вы были красным комиссаром в революцию. Так, окажите любезность. Поймайте этих несунов, чтобы нам с вами по шапкам не надавали. Так. Это кто? Это кто? А, все, вот дверь, 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 дверь. Давайте в дверь занырнем. Давайте в дверь занырнем. Блядь, Вовчик. Вовчик. Больше нет Вовчиков здесь? Ну, он чем-то стреляет еще. Он каким-то лазером этот Вовчик стреляет. Это не обычный Вовчик был. Так, здесь у нас что интересное? Лутецкий. Лутецкий. Лутецкий, Лутецкий. Раз, два, три. Компуктер и еще Лутецкий. Так, все, больше нет ничего. Только компьютер и Лутецкий. Хорошо. Костик. Ну, в рот компост. Сколько можно ждать? Еще раз повторяю. Рисуй нормально. Без... Так, это сроки горят. От кого худрук Агилеев, кому Кожевин? Константин Кожевин, видимо. Еще раз повторяю. Рисуй нормально. Без авангарду. Ты не уновис и не кукрыникс. Вот тексты. Природа не храм, а мастерская. А человек в ней работник. Тургенев. Будут и на Марсе яблоки цвести. Далматовский. Мы не можем ждать милости от природы. Взять их уже наша задача. Мичурин. Робот подчиняется человеку. Человек подчиняется обществу. Сеченов. Сеченов. Прикольно. Уходя, гасите свет. Уважайте трудуборщиц. Покидайте рабочее место. Уважайте трудуборщиц уже не катит, потому что, по сути, сейчас роботы убирают. В нашем этом мире. Покидая рабочее место, положи ключ доступа в сейф. Да. А ключ от сейфа куда? От кого? Начальник перевозки грузов Захарченко. Кому худрук Кожевин? Константин, ну что за фигня? Самый бестолковый сотрудник тут. Вы самый бестолковый сотрудник тут. Третий раз привожу вам баллон, а вас снова нет дома. На крыльце оставить не хочу, стащат. Проверьте кусты за домом. Сныкнул туда. Сныкал туда. Понятно. Отклонено. От кого? Начальник безопасности Нюхов. Худрук Кожевин. Константин Игоревич. Доводим до вашего сведения, что нарисованные вами романы в картинках. А так. О сотрудниках отряда Аргентум редакции забракованы. И хотя лично главный редактор Тормачев интересуется, где вы так отлично научились рисовать, я интересуюсь, откуда у вас так много информации о работе сотрудников спецподразделения. Особенно ситуации в Болгарии. Сообщаем вам, что с этого момента вы будете находиться под внимательным наблюдением за вашими творческими успехами и социальной деятельностью. Все черновики будут взъяты. Ну короче, подозрительный наш худрук Кожевин. Он явно скрывает больше, чем мы можем ожидать. Так. Кто тут? Кто здесь? Так, я вижу лут. Я вижу лут. А мы здесь лут не лутну. Блядь. Корова, блядь. Мы здесь лут не лутнули с робота. Блядь, мне корова нахуй перегородила все. Блядь. Так. Хорошо. Еще нужно лут лутнуть вот здесь. Это я так понимаю в доме, да? Я так понимаю в доме. А это у нас что? Это корова, да? Это корова. Это роботы? Это роботы, да? Роботы, раз, два, три. Да, роботы. Ай, да блядь. А заморозить, ну? Что-то у меня не сработало. Что-то у меня, блядь, эта штука не сработала. Что-то нихуя не сработало, блядь. Так. Да, блядь, сработай, ну. А что не работает-то, блядь? Что-то у меня не работает, нихуя. Эти умения. Все, разнесли робота. Что-то у меня умения у них не сработали. Я на них много хп потерял. Ну ладно, бывает, ничего страшного. Ничего страшного. Так, давайте его сразу. Сразу встан. Сразу встан и просто... И просто зарежим. Там еще есть вовчик? Еще есть вовчик? Опа. Это они рисуют, да? Это они рисуют робота. Ну ладно, нам, видимо, этого никак не избежать. Поэтому похуй пусть рисуют. Если что, еще раз убьем. Сейчас пока сундук просто здесь лутнем. Так, сундук с лутом, сундук с лутом. Сундук с лутом. Цель залутать всю локацию, нахуй. Цель залутать, нахуй, всю локацию просто. Так, ладно, пусть они рисуют его. Похер, убежим тогда потом. Так, здесь у нас что? Здесь у нас компуктер. Вовчик есть здесь? Вовчик есть? Где все вовчики? Вовчиков здесь больше нет. Давайте компьютер прочитаем. Компьютер. Компьютер, компьютер. Все. Я все лутнул, да, здесь? Чуть-чуть можно было. Хорошо, читаем. Запись номер один. От старший миллиоратор Распопова к М. Юдина. Маш, привет. Запишешь меня на завтра на перманент. Перманент. А, на перманент, в смысле на постоянку. У меня уже корни видны. Что я как бабазина уже выгляжу. Даже тут над бабазиной рофлят. У меня уже корни видны. Так что я как бабазина уже выгляжу. На семь можешь? Очень прошу. А я не обижу. Моему из Астрахани рыбу привели. Вот такую. И показываю. А, ну. Аналог смайликов, короче. Показывают, типа. Насколько большую. Вот такую. Такой же. Такой даже в Павлове нет. Тебе штучку занесу. Хорошо. Запись номер три. От кого дежурный продавец. И, Ште, И, И, Штелбеева. И, Штелбеева. Кому М. Юдина? Фамилия начинающаяся на И. Прикольно. Мария Савельевна. Можно к вам на завтра на 9 записаться? Я уже отпросилась с магазину. У Людки на свадьбе прическа была, как в рекламе той. Полим. Вот такую сделай, чтобы утром одна была, а вечером другая. На запуске, говорят, все будут. И начальство, и чуть ли не иностранцы. Не хочу, как швабра выглядеть. Запиши, пожалуйста. Ой, как этот Полимовский. Так. Ой, и лак этот Полимовский. Прихвати. Хочу ноготочки разноцветные по настроению. Целую. Даже в СССР, в принципе, люди хотели быть красивыми. И хотели выглядеть привлекающе. Вэл, ну ты живодер. Костю не любят. А, понял, да. Ну, живодер, ну я случайно завалил корову. Просто попробовать. Или специально. Кто знает, кто знает. От кого? Начальник перевозки грузов Захарченко к Юдиной. Мария Ивановна. Груз с вашими красками, бигудями и что там у вас еще? В связи с мероприятиями по запуску коллектива задержан на досмотре. Досмотр занимает два дня. Уже звонили Николаю Георгиевичу. Он говорит, ничего не могу поделать. Просим прощения. Маша, я жену мою... Так, а жену мою тоже запиши, пожалуйста, если окошко будет. Я видел там у тебя краску новую от большевички. Это просто шик. Лучше, чем у Филатовой будет. Ну, короче, записываются все к Юдиной какой-то. На маникюрчик. На ноготочки. На причесочку. На волосики. На покрасочку. Тебя записывают. И тут, чтобы краску достать, там даже аж своим людям на какой-то досмотре позвонили. Вот так вот все и решается. Тут я знаю человечка, который знает человечка. Так. Куда мы идем? Куда мы идем? Тут мы лутнули все. Тут мы лутнули все. А мы там не читали компьютер. Мы там не читали. А нет, читали. Читали же? Читали же, да. О, сундук. А нет. А! Блядь. Да, блядь. Давай. Давай в мороз, я пока похилиюсь. Ну-ка, а потом мы тебя... Вот так разъебем. А че не юзается? Вот так, раз, два. Давайте через морозилку его и... Вот этих роботов рубить. А че с него лута нет? А вот он. Так, хорошо. Здесь все. А что за вкладка на компьютере сотрудники? Там можно посмотреть с фотографиями сотрудников. Про всех прочитать. Я не хочу туда лезть. Там слишком много буков. Мне настолько в лор погружаться уже не хочется. Так, вот этот дом, вот этот дом, надо лутнуть. Вот этот дом лутнуть. Как мы его можем лутнуть? Там робота стоят, блядь. Там стоят роботы. Камеры есть? Камеры нет. Камеры нет. Камеры есть. По каким-то причинам коллектив перебросил в этот район несоразмерно большое количество роботов. Комендую передвигаться скрытно. Я опаздываю на ВДНХ. Сеченов просил поторопиться. Лобовая атака с высокой вероятностью приведет вас к гибели. Я не в первый раз вижу подобную систему безопасности. Ее можно обойти. Он что, так быстро развалился этот Вовчик? Ладно. Хорошо. Короче, в лоб мы и так не действуем. Я на самом деле сегодня хотел позаниматься другими вещами. Я не думал стримить. Но потом я делал свою регулярную ежедневную порцию отжиманий и пресса. Я каждый день стараюсь делать чуть-чуть. Я уже про это рассказывал в других сериях. Я подумал, что-то так хочется поиграть. Так хочется постримить. Так хочется моих подписчиков увидеть. Так хочется записать интересный контент. Что почему бы это не сделать сегодня? А все остальное подождет. Вот так захотелось мне сегодня поиграть. Поэтому сегодня на чиле на расслабоне. Максимально вообще. Очень круто. Hi, Алексей. Ой, Леня. Привет. Леня. Можешь показать свои мышцы? У меня их нет. У меня нет мышец. Да что ты, черт побери, такое несешь? Я делаю пресс и отжимания не для того, чтобы мышцы качать. А для того, чтобы просто какую-то двигательную активность поддерживать. Просто ежедневно. Потому что у меня сидячий образ жизни. И мне нужно ее восполнять. Поэтому я делаю какое-то количество шагов каждый день. И вот пресс с отжиманиями. И вот пресс с отжиманиями. Просто чтобы... Ну я уже рассказывал про это в других выпусках. Поэтому кто захочет, найдет. А, и еще. Вчерашний стрим я пересмотрел по Атомик Харту. Я смотрю. И я там настолько сконцентрирован. Я свой, в смысле, стрим пересмотрел. Я пересматриваю свои выпуски периодически. Чтобы, во-первых, их на шорсы нарезать. Посмотреть, какие моменты можно в шорс включить. А, во-вторых, работу над ошибками сделать. Я пересматривал. И я смотрю. Я очень сконцентрирован на игре. Игра прям не отпускает. Реально. Игра прям не отпускает. И я даже забываю комментировать, что происходит. Вообще, суть летсплейщиков, она вообще в чем? В том, что они играют и комментируют, как они играют. Свои эмоции показывают. А я понял, что я настолько сконцентрирован, что я просто... Вот пока мобов там не убью, я замолкаю. И все. И я подумал. Неужели это чисто моя ошибка? Неужели это чисто моя ошибка? И я один так делаю? То есть, это я дебил или я дебил? Вот у меня был такой вопрос. Малолетние дебилы. Это малолетние дебилы. Я популярных стримеров посмотрел, летсплейщиков, которые тоже первые... Эм, которые первый раз проходили Atomic Heart. Я, конечно, не первый раз уже прохожу Atomic Heart. Я об этом говорил. Но вот они проходили первый раз. И они также вот тоже сконцентрированы. И нихуя сказать не могут. Все слушают, все смотрят. И тоже даже популярные летсплейщики не могут нихуя сказать, пока играют в Atomic Heart. Короче, я понял, что ну и хуй с ним тогда. Ну и ладно. Ну не смог я сказать ничего и не надо. На этом стриме мы попробуем это исправить. Я все-таки как летсплейщик постараюсь. Я постараюсь все комментировать, что происходит. И как-то сконцентрироваться. Одновременно концентрироваться и на игре, и на том, что я говорю. Я сегодня ехал в метро и читал статью по поводу того, как учить английский. Скорее всего, я буду учиться на международной программе. Я еще пока точно не знаю. Но, скорее всего, это так будет. Я буду учиться на международной программе на английском языке. Мне нужно подтянуть мой английский. То есть, в смысле, у меня уровень английского достаточный, чтобы на нем разговаривать. И чтобы сдать экзамен на эту международную программу, мне его тоже хватило этого уровня. Но я понимаю, что я очень много слов не знаю. И я читал статью, как на английском языке... Как лучше всего учить английский язык. Ну вообще другой, любой другой иностранный язык. И вывод был такой в статье. Статья очень популярная такая. Ну, в смысле, эта статья не какая-то фигня из интернета. Это реально статья с научными исследованиями. На базе научных исследований. Короче, там говорится о том, что лучший способ учить английский, это не разговаривать на нем. Не разговаривать на английском. А именно читать книги на английском. Вот про что там было сказано. Я подумал, блин, это же надо читать книги на английском. У меня же времени ни хрена нет. У меня же ни хрена времени нет. Типа, когда я это все буду делать. И вот так вот меня в какую-то начало депрессуху загонять. Я такой, так, стоп, блядь, куда меня несет? Вот куда меня несет? И я понял, что есть еще куча вещей, вообще разных событий, вещей, эмоций и так далее в своей жизни, которые я хочу получить, но на которые у меня нет времени. На которые у меня банально нет времени. Я решил, ну ладно, давайте попробуем проконтролировать этот процесс. У меня нет времени, да? Хорошо, на какие конкретно вещи у меня нет времени. И я ехал в метро и в заметках себе писал. Так, все, лист вещей. Вот я хочу еще вот эти вещи тоже за жизнь успеть. Вот эти эмоции тоже за жизнь получить. Вот лист, составлю прям список. Вот это я хочу. И я составил список, вы не поверите. Я составил список. Первое, это читать книги на английском побольше. Вот найти время, чтобы эти книги читать. Давайте заметки откроем. Это первое. Второе, это больше общаться с друзьями. У меня так получается, что я очень много времени трачу на всякие свои блоги, на свою работу, на обучение, на музыку. И периодически такое бывает, что я месяц или две недели, или очень долгое время просто занимаюсь только своими делами. Я понял, что я практически не общался с друзьями вообще за все это время. Я хочу больше общаться с друзьями и с ними проводить время. Потом я хочу больше практиковать музыку. То есть я музыку практикую, игру на пианино. Но я хочу именно чтение с листа, чтение нот с листа больше практиковать, потому что я это не умею. Я хочу вот так вот брать ноты и просто играть композицию. И я хочу прокачать скилл, когда ты играешь одновременно на пианино, ну себе аккомпанируешь, аккомпанируешь и поешь. Вот это. И у меня просто на это не остается времени. Я еще подумал, что помимо того, что я хочу стать популярным блогером, я еще хочу стать популярным музыкантом. Вот так. И все это в жизни не успеть. Отдых. Следующий пункт списка был. Я понял, что я вообще не отдыхаю. Каждый день я трачу на работу и на свои занятия, на учебу и на все остальное. Ну, на все свои занятия. Да, есть нюанс. Я люблю делать то, что я делаю. То есть нельзя сказать, что я прямо устаю, прям пиздец, вот я уставший, вот прямо нет сил у меня. Нет, не так, потому что я делаю то, что мне нравится. Но тем не менее, у меня нет никогда такого времени, когда я бы мог вот мозг выключить и вот его отдохнуть. И это влияет на продуктивность. Иногда начинает из-за этого продуктивность падать, что я устаю. Поэтому мне нужно время на отдых. Больше. Следующее, что я бы хотел прокачать, это скилл, навык публичных выступлений. Выступлений на публику. Не только с музыкой, а еще там, ну как, например, оратор, как с речью с какой-то или еще что-то. Вот это я бы хотел прокачать. Этот навык тоже. Но у меня на него просто времени не остается. И нет никакой возможности нигде выступать. И никакого материала у меня тоже не готово. А я бы хотел вообще каждый день, вот прямо вот каждый день по одному публичному выступлению делать. Чтобы потом, через месяц, я уже вообще просто, я выходил на сцену, как будто, ну как будто просто за продуктами в магазин сходить. Чтобы вообще уже нервы у меня прям прошли. Следующий пункт и самый последний, это путешествие. Я не успеваю путешествовать, хотелось бы больше путешествовать. У меня на это не остается времени. И вот я этот список составил, так печально на него смотрю такой. Ну и что же мы будем делать? Я вспомнил офигенный прием, который может помочь. И с ним, вот этим приемом, я хочу с вами тоже поделиться. Тот пример, который я сейчас сказал, вот с этими путешествиями, с английским, с обучением музыки. Ну вот, мой пример, это просто мой пример. На этот мой пример вы нанизываете, каждый из вас может, ну, как сказать, как это назвать? Каждый из вас может посадить на эту базу свой пример, любой. Любых своих дел, которые вы хотите успеть за жизнь. Не знаю, там, родить ребенка, посадить дерево, все что угодно. Идея следующая. Подумать над тем, какие маленькие шаги я могу сделать регулярно, желательно каждый день, чтобы получить то, что я хочу. Чтобы увеличить шанс, чтобы то, что я хочу, оно исполнилось в моей жизни. Вот какие маленькие шаги, не сложные шаги, не какая-то глобальная цель, нет. Просто маленькие шаги, которые я могу делать каждый день, чтобы этой цели достичь. И на моем примере я показываю. Чтобы читать книги на английском, чтобы найти на это время, я каждый день езжу в общественном транспорте. Это время я могу тратить на то, что я прочитываю одну страницу книги по-английски. Одна страница это вообще, это ничто. Полностью ее перевожу и выписываю все слова, которые я не понял, чтобы их потом учить. Одна страница каждый день в общественном транспорте. По-моему, нормальный. Нормальный такой маленький шажок. Чтобы время с друзьями проводить, что я сделаю? Я напишу всем своим друзьям, которым я давно не писал, позвоню, спрошу про их планы. Прямо всем, вот прям вот список составлю и всем напишу. Спрошу про их планы и когда они смогут со мной сходить в кафе, в кофейню, провести время, поболтать, погулять, что-то поделать интересное, может быть на какое-то мероприятие сходить. Когда мы с ними сможем провести время и это время выделить? Вот такой маленький шаг я собираюсь сделать в этом направлении. Также, чтобы искать новых друзей, я зарегистрируюсь в приложениях для знакомств. И там буду искать себе новых друзей, с которыми тоже можно будет с новыми интересными людьми знакомиться и с ними общаться, от них идеи черпать. По поводу музыки. Я хочу научиться играть с листа и хочу научиться играть и петь одновременно, ну на пианино. Каждые два дня я трачу полчаса на то, чтобы это практиковать. То есть раз в два дня. То есть через день, можно сказать. Например, условно, понедельник я трачу полчаса на то, чтобы поучиться читать с листа и полчаса на свое обычное занятие музыкой, которое я и так каждый день делаю. Вторник я трачу полчаса на то, чтобы поиграть и попеть, поучиться этому. Полчаса всего трачу. И потом опять полчаса на то, на свои регулярные занятия музыкой. Через день снова полчаса на поиграть с листа, ну и так далее. И так через день, получается, я трачу полчаса на это, чтобы это практиковать. Через год посмотрим, что из этого выйдет. По поводу публичных выступлений. Это я еще не придумал, если честно. Я подумаю, может быть, либо в университете я спрошу какие-нибудь темы, с которыми я смогу с докладом выступить, чтобы побольше выступать. Вот я какие-то такие пока шаги нахожу. Пока полноценного шага я пока не нашел. И по поводу отдыха, по поводу отдыха. Вот у меня не хватает времени на отдых. Я подумал, каждую неделю, вот каждую неделю, я буду выделять один день, один день всего, каждую неделю, в которой я не делаю ничего. Вот в которой я максимально отключаю мозг и вот делаю то, что от меня мой организм требует. Хочется гулять, иду гулять. Хочется встречаться с друзьями, встречаюсь с друзьями. Хочется лежать весь день на кровати и ничего не делать, лежу весь день на кровати и ничего не делаю. Хочется Хочется смотреть тупых Каких-нибудь видеоблогеров и мемчики Думскролить ленту В социальных сетях, я это делаю Хочется тупые комедии смотреть Тупые сериалы, я это делаю То есть все, чтобы мозг отключить и вообще Не думать, играть в какие-нибудь тупые игры Тоже, но при этом Этот день я не работаю, не учусь Не записываю видеоролики То есть я не Задействую свой мозг максимально Один день в неделю, когда я выделю Чтобы этот, чтобы свой мозг Просто разгрузить в этот день И последнее, это путешествие, я придумал Такой шаг, один месяц каждое лето Я выделяю на путешествие, чтобы просто Попутешествовать в новые места, один месяц Я планирую заранее Когда, чтобы меня никто не трогал, я всем сообщаю Что все, в этот месяц меня не трогать Я уезжаю куда-нибудь в другой город В другую страну, без разницы, просто Путешествовать, даже условно В городе, в котором я сейчас нахожусь Путешествовать просто по нему, без разницы Просто один месяц на путешествия, на любые Хоть на лодке уплыть на Байкал, или там на озеро Гарда, хоть в какую-нибудь глухую деревню поехать посмотреть народный промысел. Ну я не знаю, это я сейчас просто из головы выдумываю какую-нибудь фигню. Короче, один месяц в год на путешествия. И вот такие, идея в чем? Идея, опять повторюсь, в том, совершаем, придумываем маленькие шаги, которые мы совершаем каждый день, ну или просто регулярно, которые приведут нас к тому, чего у нас нет, но что мы хотим. Вот в этом была моя идея, и на моем примере я ее рассказал, на мой пример, свой пример кладите и делайте то же самое. Надеюсь, кому-то эта идея понравится, я был рад ею с моей аудиторией поделиться. Вопросики из чата по-быстрому и начинаем играть. Я нормально знаю английский, благодаря видео, играм и мемам. Конечно, это тоже хорошая практика, то, что ты читаешь, смотришь на английском, ты можешь его практиковать также, слушать. Это же аудирование все равно. Хочешь играть в Фазмофобия или Хитман или Сонс оф Форест? Ни в одну из этих игр я играть не хочу и не буду. Если у тебя кумир или кумир, есть ли, скажи, кто он? У меня кумиров нет, мой кумир это я. Я люблю себя, я супер эгоист, мне вообще похуй на чужие жизни, на остальные. Я люблю только сам себя. Все, что я делаю в своей жизни, я делаю для себя. И даже если я что-то делаю для других людей, я через других людей делаю это для себя. Если, например, какой-то близкий человек, я для близкого человека делаю какое-нибудь хорошее дело. Я не делаю это для того, чтобы ему было хорошо, а я делаю это для того, чтобы ему было хорошо. И через него, от того, что хорошо ему, станет хорошо мне. Все, что я делаю в своей жизни, я делаю только для себя. У меня есть одна моя любимая жизнь, которую я хочу прожить максимально хорошо, максимально получить в ней много удовольствия, много кайфа, много разного опыта. И я делаю все, чтобы в этой жизни получить максимальное количество всяких эндорфинов и всяких витаминов, которые эта жизнь может мне лично дать. А на жизни других людей мне... Жизни других людей, это жизни других людей, и поэтому кумиров у меня нет. Потому что я ориентируюсь на себя, на собственное мнение, и я слушаю чужие мнения, но ориентируюсь в конечном итоге я на свои решения. Вот так. И, в принципе, мне кажется, лучше не иметь кумиров, потому что кумиры тоже люди, и кумиры тоже могут ошибаться. И вот в эту ловушку можно попасть, когда кумир говорит то, что с твоими убеждениями не соответствует, но при этом он твой кумир, и как бы хочется ему верить. И вот такое когнитивное искажение немного ловишь. Поэтому я выбрал просто максимально скептически относиться к любым словам любых людей, вообще любой национальности из любых стран, максимально все перепроверять, все смотреть на это, пропускать через собственный опыт, через призму собственного опыта, во всем сомневаться всегда. Вот это мой выбор, который пока меня еще ни разу не подвел. Все, полетели играть, полетели играть, запиздели, запиздели, 17 минут пиздим. Можешь, пожалуйста, когда-нибудь спеть песню Короля и Шута, если не споешь, я не обижусь. Разбежавшись, прыгнуть со скалы, вот это споем когда-нибудь, споем. Когда-нибудь, я запомню, да, Король и Шут. Вот это единственная песня, которую я знаю у Короля и Шута. Когда-нибудь споем. Давайте так, не обещаю, что когда-нибудь споем, но я думаю, что когда-нибудь споем. нихуя там вовчиков сидит давайте вот так а я теперь дверь открыть не могу план капкан не сработал хорошо так давайте план капкан там все-таки устроим план капкан план капкан на вовчиков а вот так могу их заденет если я так сделаю так давайте об так этот развалился хорошо а все они оба развалились и а последний остался еще так кстати твой новый топор очень слабый нет это 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 самый лучший топор в мире не согласен не согласен это самый лучший топор в мире нахуй на него только надо этот купить улучшение чтобы он он стал чтобы он раскрылся хорошо но я это сделаю когда когда я убью босса когда мне с босса выпадет нужный лут сейчас пока я просто улучшение на него купить не могу точнее не купить а скрафтить а еще давайте сразу же этих через заморозку всех убьем через заморозку замороз очка так где еще вот есть вот есть вот есть все только компьютеры лут вот здесь а тут тоже вовчик да у это сильный вовчик то блять это сильный вовчик так мы его там его так зарежем а мы так мы можем просто встанье держать и так резать так топором куя 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 к и все сильного вовчика зарубили ты про ежиху или про любого другого босса а я не знаю если честно там написано то что какая-то штука падает с какая-то штука падает с боссов типа какой-то ресурс сейчас ей ну я когда элеоноры дойду я покажу написано что он падает с боссов я надеюсь ежихи упадет но может и не упасть я не знаю посмотрим так давайте читать компьютер хабар от кого младший технический специалист червяку черевков младший технический специалист кому младший технический специалист креста воз джи креста воздвиженский креста воздвиженский через забора ногу задирижни женский так олежа ты был прав никто тут не следит за накладными все на доверии но сами себе ну сами себе злобные идиоты все что мне удалось приныкать с последней инвентаризации я упаковал манька посторожит меня пока переводят в павлов недели две меня не будет за это время толкни все это барахло в фарсовщику если я прав то мы за тысячи две рублей выручим с этого хлама вот кто блять прет вот кто блять все пиздит то вот это они все пиздят конкретно младший технический специалист червяков пиздят всех все всего все и вот это внутренняя переписка вот это по сути переписка она находится вся в одной системе неужели по этой переписке нельзя было отследить кто все пиздит вот это вот вопрос вопрос вопросович блять неужели по этой переписке там не видно кто чё пишет кому и кто на самом деле спиздил всех роботов смена статуса от от глава поселения Обслуживающего назначения Абдурахманов Ижиха это босс, так что должен выпасть Посмотрим, да, посмотрим От главы поселения Абдурахманова Ко всем жителям поселка Постановлением комитета АХЧ По предприятию 3826 Присвоят бывшей деревне Лисинка Статус особого населенного пункта Обслуживающего назначения Все проживающие на территории поселка С момента утверждения этого документа Считаются обслуживающим персоналом Технической бригады комплекса Вавилов И находятся в подчинении главы поселка Товарищи жильцы, с этого дня Почетная обязанность День и ночь следить за работоспособностью Вверенных вам механизмов Ваша главная задача Поздравляем вас Ну теперь это деревня Через которую Вход осуществляется на Вавилов Особого назначения Петр Червяков, Олег Кристо Воздвиженский, но они барыги И они гении Блять, гении? Писать нахуй во внутренней переписке Че мы где спиздили Гении, блять, охуенно Гении, просто Гении мысли В общей сети, которая прочекивается Любым Любым начальством Прочекивается эта система На все сообщения И Там писать Это как примерно, я не знаю Наркотики продавать в телеграме Типа, блять Ну Извините Извините за такой Плохой пример, возможно Но Это примерно то же самое Все кому надо Все спецслужбы Все кому надо Все достанут Всю вашу внутреннюю переписку И все что угодно Это тупо Вот так вот писать Вот так вот писать О преступных своих деяниях Вот в этой общей сети Ладно Хуй с ним 9 мая 55 От глава поселения Обслуживающего назначения Жители поселка Товарищи практиканты и техники Повторяю как глава поселка Что берется за Звание Что Что борется Так Повторяю как глава поселка Что борется за звание Лучший рабочий поселок Предприятие 1955 Я требую от вас Соблюдения всех норм По высшему уровню Прекратите в письмах И разговорах Называть памятник Манькой Это не Манька Это скульптура Под названием Труженица И она является Гордостью поселка Убирайте за собой Доски и прочий мусор Да Пока дорога Не в идеальном состоянии Но ваш поселок Это не свинарник Озаботьтесь Немедленно покраской домов Какие-нибудь веселые цвета Краску мы выдадим Под роспись Не пасите коров В придомовых зонах Только вместе с вами Мы достигнем Высот культуры быта И заслужим звания Лучшего поселка Ладно Я пойду В тубзик На 10 минут Скоро вернусь Да мог не сообщать Просто уйти Потом вернуться Уж можно Мне без подробностей Это сообщать Так все Все почитали Все открыли Все теперь бежим дальше Так Аккуратно роботы Че Че по роботам Ой Ой Это я не то сделал Давайте сразу же камеру Камеру нахуй Камеру нахуй Куда мы бежим В следующий дом Давайте бежим В следующий дом бежим Так Камеру Камеру резанули Так Камеру резанули Вот в этот дом Мы попадем В этот дом Мы попадем Так на нас уже бежит Бежит робот На нас бежит Вот этот хер Надо Надо его уебать Пока нас Другие челы Не заметили Пока нас Другие челы Не заметили Ой Нас заметили Блять Нас заметили Проваливаем Нас заметили Блять Здесь замок Ебать Еще и курица Меня ебет Меня все гибут О Здесь я могу Без замка зайти Все Давайте пока это Отсидимся Отсидимся Тут Отсидимся Тут Блять Так Этого Разъебали Это Блять Я все хилки Сейчас потрачу Уже на это Все хилки Потрачу Тут еще есть Все Больше нет Давайте еще сюда Тогда Надо уже до сохранялки Бежать Надо уже до сохранялки Бежать Потому что Я уже очень много Лута собрал Давайте добежим Сейчас вот это Сейчас вот это Полутаем И добежим до сохранялки Еще комп Компуктер Почитаем И еще Почитаем Вот здесь Что Вот здесь Здесь лутнули 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 Здесь все Лутнули Все Остается Компуктер Только Да Или еще Что-то Ну вот Эту дверь Открывать Не будем Хуй с ней Хуй с ней Так Скучаю Дорогая моя Анечка От неелов К нееловой Аспирантке Дорогая моя Анечка К сожалению На вахте Я буду еще Полгода Но ты Представляешь Как здорово Будет Когда запустят Коллектив Никакой Больше Почты Телефонов Телеграфов Мы с тобой Будем всегда На связи Я на Камчатке А ты мне Стихотворение Читаешь Или рассказываешь Как новый Сорт яблок Пахнет Жду Не дождусь А пока Целую Целую Письмо В смысле Экран Ну не целую Но ты поняла Вечно твой Муж Володя Ой как мило Ой как мило От кого Вавилов От кого Архив Вавилова Орликова Кому Аспирантка Не елова Аня Что случилось Я слышала Что тебя Выносили На носилках Спрашивала Твоих соседей По участкам Тебя никто Не видел Срочно Напиши Или позвони Мне Ааа Это та тетка Которую Та тетка Которую Там что-то С ней Произошло То ли Биологическое Какое-то Заражение То ли еще Что-то Какая-то Аспирантка Про которую Мы уже читали В прошлых сериях А ей Муж на вахте Который еще Полгода Пишет Ой Печально Печально Кому не елов Кому не елова Дорогая Выезжаю Немедленно Первым делом Держись Ты у меня Сильная Твой Володя Ой Блять 3826 Вавилов Не елова Уважаемый Товарищ Не елов Я узнал Что вы временно Оставались В доме Выделенном Вашей супруге На время работы Вавилове И пользуетесь Ее личным терминалом На ваш Сопрос сообщаю Что ваша супруга Находится в комплексе Павлов На лечении Состояние Ее оценивается Как стабильно Тяжелое Никаких подробностей Сообщать не могу От посещения Требую воздержаться Вас Известят Скором Поец Пожалуйста Ой Как тяжело мужу будет Это походу Ее дом Я так понимаю Да Это дом Вот это и был Аспирантки Блять Как жалко 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 девку А муж ее И мужа ее Жалко тоже Так тихо Так робот Блять Робот Не еби мне мозг Где он Куда он делся Вот он Я не попадаю в него Вот так Раз Два А все Так хорошо Давайте Быстренько 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 До сохранялки Нам куда Нам походу Вот туда До сохранялки Ой 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 не то делаю Ой не то делаю Не то Быстренько Сейчас Ретируемся Здесь все Лутнули Тот дом Тот дом Лутнули Тот мы дом Лутнули Походу Лутнули Так Посмотрим Нам нужно Ворота Открыть Да Нам нужно Ворота Открыть А как Открыть Как Открыть Так Ладно А их Открыть Видимо А все Я вспомнил Я вспомнил А почему Мне об этом Не сказали Как их Открыть Почему Мне об этом Не сказали Мне нужно На башню Вот эту Чтобы Их Открыть Вот на Эту башню Надо 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 На башню Надо Так Тут 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 роботов Давайте Сразу Сразу Анигилейшн Сразу Анигилейшн Роботов Делаем Ой Ты куда Прыгаешь Все Застанели Отлично Анигиляция Роботов И нам Надо Наверх Давайте Пока Мы Наверх Не пойдем Давайте Еще Вот этот Дом Лутнем А потом Наверх А нет Давайте Наоборот Вначале Наверх А потом Лутнем Дом Потому Что Потому Что Наверху Наверное Сохранялка Будет Поэтому Поднимемся Наверх И там Сохранимся А потом Уже Будем Лутать Дом Сустройством Взлома Системы Безопасности Взломать Эту Систему Не так То Просто А как Я взломать Отсутствует Доступ Системе Безопасности Необходим От Доступ Куда Торопишься Внучок О Бабзина Бабзина Охуенно Кустик Кустик Кушки Тебе Нужны Побольше Тогда И гадость Всякую Будет Истреблять Подручнее Это Точно Вток С пушками Пока Сложно А ты Загляни Ко мне В избушку А вось Вот еще Для тебя Какой Чертежек И валан Взломать Помогу Гений Бабазина Гений Как она С ним Связалась Вообще Уже Иду Где Изба Твоя Стоит Иди туда И жди Меня Там Скоро Буду Вон А так Мне надо Бабзине Вначале Это было Весело Это было Супер Круто Это было Мега Класс Это было Интересно Кучу Всяких записок Интересных Прочитали Попиздели Мой Любимейший Контент Любимейший Вот этот Стрим Мне Не этот Стрим А вот Эта Серия Мне очень Понравилась Как я ее Записал Поэтому Для тех Кому Интересно Канал Называется Велнест И Следующая Серия Предыдущая Серия Другие Игры Можно На нем Наблюдать А если Подписаться На него То можно Наблюдать Даже Каждый День Вот так Вот Все Увидимся В следующей Серии